КОНЕЦ Мы говорим с продавцами бытовой техники, про то, как изменится потребительское поведение, ну и, соответственно, поведение тех, кто продает технику. У нас в гостях Дмитрий Пивоваров и Илья Борзенков, люди, которые в Екатеринбурге продают электронику. Скажите, у нас что, действительно закончилось серо гаджетов, ну, там, потому что валюта дорогая, зарплаты небольшие, но еще потому что все необходимые гаджеты уже купили, уже все смартфоны, все планшетники приобретены? Ну, на самом деле, да, то есть, по большому счету, этот год нам не подарил никаких там технологических инноваций, обладающих этими вау-эффектами, когда все бегут строиться в очереди. В прошлом году была продана в России миллионная мультиварка, например, только одного бренда, Polaris. Представляете, сколько их вообще продали, потому что это какой-то новый прибор кухонный. То же самое было, когда появились смартфоны, все обзавелись смартфонами, потом были планшеты, все обзавелись какими-то планшетами, кто дорогим, кто дешевым. В этом году, пожалуй, кроме экшн-камер, вот такого нового тренда, которые растут по 200% в год, я в рынке бытовой электроники не вижу приборов, которые бы смогли вот так вот драйвить рынок. Дмитрий, а вообще хиты когда-то еще вернутся в Россию в ближайшие десятилетия? Ну, потому что одно дело, если у тебя есть возможность купить планшетник и с ним поиграться, а другое дело, когда тебе просто на это денег не хватает, и ты все равно будешь покупать холодильник, только необходимое. Да. На самом деле интересная динамика происходит во многих товарных группах, и в том числе в гаджетах, например, мы отмечаем в некоторые периоды рост премиального сегмента и рост низкого сегмента. Но при этом средний сегмент, он упал. Упал на 40-50%, это, в общем-то, подтверждают все. Рост премиального сегмента, он небольшой. То есть те, кто всегда следил за новинками и покупал себе iPhone 6, iPhone 6 Plus, они все равно покупают вне зависимости от цены. Поэтому хиты остаются, точнее, новинки остаются, хиты меняются. Рынок гаджетов просел сильно, а вот, например, рынок крупногабаритной техники или тех товаров, без которых мы уже не представляем свою жизнь, это микроволновка, стиральная машина. Возможно, уже мультиварка тоже стала таким продуктом. Ну, и телевизор все-таки, наверное. Телевизоры, само собой. Там много, пылесос, утюг, там много товаров неэластичного способа. По ним есть падение, но оно не такое существенное. Сильно изменились средние цены, средние чеки на эти товары в этих группах. Если раньше в топ-10 холодильников, например, это были холодильники Samsung, LG, Hotpoint, Ariston, то сейчас процентов на 70, например, топ-10 Яндекс.Маркета – это Индезит, Атлант, и только лишь 30% – это Samsung и LG. Но Индезит, Атлант – это то, что делается здесь или в сопредельном государстве Беларусь, ну, то есть из того, что комплектуется на месте. То есть местный производитель будет каким-то образом расти? Импортозамещение, простите, пресловутое случится? Да, оно происходит, но оно не может происходить теми темпами, которыми мы хотели, ну, и хотя бы, в общем-то, рынок. Люди готовы переориентироваться на более дешевую продукцию. Может быть, она менее качественная, но качество все равно достойное. То есть холодильники Samsung… Я бы, кстати, поспорил, на самом деле, большинство российских заводов технологически одни из самых современных в Европе, поскольку строились последние годы. Это иллюзия, то, что она менее качественная. Она более качественная, чем европейская техника. Тем более. Но объемы производства увеличить в моменте они не могут. То есть для этого нужно время. Нужно время, нужны финансы. Если мы говорим о банковском финансировании, то мы сейчас понимаем, что оно затруднено не только для потребительского рынка, но и для бизнес-рынка, для рынка производства. Поэтому, с одной стороны, производители имеют колоссальный спрос, производители, которые используют комплектующие российского производства или производство полностью продукции в России. Но, с другой стороны, они ограничены отсутствием финансов. Да, эта проблема решается, ставка сейчас падает, но быстро нарастить мы в России не сможем. А насколько это глубокое производство? То есть понятно, что если тебе привезли комплектующие, и ты здесь собрал, или ты отсюда заказал в Юго-Восточной Азии, тебе там произвели, и ты просто придумал какой-то псевдозападный бранд, это один разговор, а другой сделал производство здесь на месте. То есть производство электроники, например. Ну, это как-то, что локализация называется. На самом деле, в России нет электронных комплектующих. В России есть сборочное производство, есть металл. Ну, пластик есть. Все-таки химия более-менее. Мы чуть больше, так сказать, занимаемся, ближе к производству, поскольку мы говорим с дистрибьюторами. Все-таки, Дмитрий, они больше ритейлеры. Там далеко от производителей. Потому что то, что он сейчас говорит, несколько напоминает заседание российского правительства, которое говорит, принцип «однобаба сказала», а вот я пересказываю. Прошу прощения, потому что в России производится самостоятельно такой кронштейн, если не ошибаюсь, в Челябинской области. Все остальное, соответственно, технологические линии и все прочие, они производятся, да, действительно, имеются из собственных российских комплектующих. Все остальное производится из импортных комплектующих. А значит, проблема импортозамещения, соответственно, решается очень просто. Просто импортных комплектующих завезут больше. Проблема совершенно в ином. Падение в штуках, он сейчас говорит о падении в рублях. Падение в штуках, с учетом того, что произошло увеличение цены, некоторыми производителями, причем даже бюджетными производителями, оценивается в два раза. Это гораздо большая проблема. Там нет такого, знаете, ажиотажного спроса, и они-то вот не могут купить лишний компрессор на холодильнике, лишний лист Липска комбината, который все угнал на экспорт, и в российским холодильникам не поставляет, или российским производителям другим не поставляет металл. Нету такой проблемы. Проблема, во-первых, то, что да, многие находятся на грани некого технологического минимума, потому что, как вы знаете, крупносерийное производство становится окупаемым, только когда производится определенное минимальное количество в году. У холодильников там вообще есть один нюанс. Они вот некоторые модели производятся раз в месяц, раз в два месяца на всю страну. Потом перестройка той же самой линии на другую модель. Мы выкупаем, потом тихонечко продаем. У телевизоров та же примерно проблема. И проблема, во-первых, да, действительно, что там есть некое упирание в психологическом минимуме, когда производство в России станет неэффективным не потому, что оно там по какой-то причине, не знаю, эфемерной, а просто потому, что объем рынка российского в штуках или рынка СНГ, он будет меньше, чем минимальная возможность производить на данном заводе. И некоторые российские производства, автомобилисты, по-моему, уже закрывают какие-то производства российские, возможно, часть из производителей бытовой электроники тоже вынуждены будут закрывать. И тогда это будет прямой импорт с соответствующим еще скачкообразным увеличением цены, потому что прямой импорт с НДСами, с пошлиными, с всеми прочими делами, просто еще на 20-25% может подскочить цена только за счет того, что закроется производство. Они не смогут его содержать, физически не смогут содержать. А вторая проблема, это абсолютно невнятная, не знаю, слов у меня легальных не осталось в отношении политики Центробанка, никто не знает, какой будет курс. Райфайзен говорит, что курс доллара 65, там Альфа-банк говорит 45. Как производителю? Они в длинную играют. Это ритейлер может купить тысячу холодильников, продать, потом тысячу купить по другой цене, или пять холодильников он. Они вообще ничего не покупают, по сути дела, у них оборачиваемся три дня. То есть они фактическую сегодняшнюю цену дистрибьюторы выкатывают на рынок, чуть-чуть изменяя на свою наценку. Производитель так не может, им нужно производственную программу планировать. Никогда никто не может в России сказать, какой будет курс, условно, в октябре. Естественно, никто в этот рынок вкладываться не будет, ни один из производителей. Все сидят на товаре, все сидят на каких-то старых запасах запчастей, все не понимают, как будет двигаться производственная программа в этом году. Набиулина сказала, что рубль нашел равновесие. Вот вы верите Набиулине, что он нашел равновесие? Что он обратно доллара не будет 65, например, или 80, или евро не опять не потрогает сотку. Вот вы верите этому Центробанку в сегодняшнем состоянии? Я, простите, нет. Производители тоже. Вот это самая, наверное, главная проблема. И удешевление кредита на полтора процентных пунктов, да у них кредиты западные. Они у них в евро, в долларах под 3%, под полтора процента. У них отрицательные кредиты есть. Некоторые финансируются за счет государственных программ, там корейцы, например, финансируются. У них нет проблем с деньгами. У них есть проблемы с пониманием политики российского правительства в сфере бизнеса. Когда они ее поймут, все наладится. Пока они не поймут, они будут придерживать свой капитал. Они инвестируют не потому, что у них нет денег. Хорошо. Вы когда говорите про то, что местное производство свернется, и мы получим чистый импорт, и, соответственно, повышение цены, я все-таки не могу понять. Если 147 миллионов с Крымом человек живет в России, есть товары неэластичного спроса, холодильники и телевизоры всем периодически нужны, то почему бы и местным производителям не существовать? Какая разница, какой курс? А почему Apple собирает на Foxconn свои iPad и iPhone? Почему Apple бы не обзавестись производством в Америке, не сделать завод iPad, и там их не производить? Вот эта иллюзия, что существуют какие-то локальные рынки, региональные, на рынок 140 миллионов, или на рынок Урала, 5 миллионов, производственная безопасность Свердловской области, у нас тут губернатор, который Эдуард Игартович, уважаемый, заявлял раньше. Ну это какая-то мифология из каменного века, не знаю, из какого-то 19-го, может быть, даже века. Мир 21-го века живет по другим законам. Есть глобальное разделение труда, есть глобальные рынки. Как только ты отсекаешь себя в доступ на глобальные рынки, ты понимаешь, что твой производство становится неэффективным. Если опять же это крупносерийный производство. Вот о чем, собственно говоря, речь. Поэтому говорить о том, что российского рынка хватит для того, чтобы производить бытовую электронику, ну нет. Большинство производителей, даже почему они локализованы в западной части, в Калуге, в Санкт-Петербурге, потому что они производят их, в том числе, на Восточную Европу. Потому что хоть вот такой рынок позволяет сделать производство окупаемым. Хорошо. У нас правительство, когда недавно говорило о госзакупках, сказало, что где-то к 2020 году у нас будут свои планшеты и смартфоны. Вы верите, что созданный государством спрос может как-то поддержать местных производителей, ну и вот дать необходимый минимум для производителей местных электроники, ну вот в частности гаджетов? Потому что наше государство может произвести гаджеты и планшетные. Нет, нет, они не собираются, они просто создают спрос. Почему? Если они говорят, что они для госнужд будут покупать отечественные планшетники, то это же значит, что можно прогнозировать, сколько ты продашь государству бюджет. Так, ну здесь Илья Александрович, наверное, лучше начинят. Слушайте, государство, вот это вообще не функция государства создавать спрос. Задача функции государства обеспечить бизнес-климат. Вот поймите еще раз, вот например, какое действие они хотят предприниматели, чтобы срочно локализовали производство планшетов в России? Вот вы понимаете, что такое YotaPhone, что вообще вот это больше пиар-эффект, там Yomobile, там все чудесные вот эти вот… Ну, ее мобилья нет, а YotaPhone просто сделан в Юго-Восточной Азии, ой, господи, в Юго-Восточной, конечно. Так все сделано в Юго-Восточной Азии, на самом деле. Большинство товаров электроника, опять же тот же самый iPhone собран на Foxconn в Китае, в этом нет ничего плохого. Поймите, вот я всегда считаю, что как только мы говорим о том, что у России есть какой-то свой особый путь, мы сознательно создаем ситуацию, приводящую к ухудшению экономической ситуации в стране и ухудшению экономического положения граждан. Если мы собираемся делать в России… Вы смотрели Духлис-2? Нет, не успел. Посмотрите, вот там люди тратили государственные деньги на развитие, на стимулирование чего-то там. Так это и в новостях показывают. Да, там как-то там поярче, понимаете, с картинками. Поэтому, если задачей локализации, так сказать, iPad'ов и iPhone'ов является, соответственно, там, условно говоря, распил каких-то бюджетов, потраченных там на что-нибудь, там, на импортозамещение. Ну, бог им судья. Но если спросить честно, верю ли я в это или нет, я думаю, что получится конкурентоспособный продукт. Не который заставит законом покупать все школы там или так далее. Да, можно посадить чиновников на Волге, никакой проблемы нет. Проблема в том, что Волги там уже, кстати, Волги уже нет. Проблема в том, что можно заставить все школы пользоваться каким-то российским планшетом. Ну, то есть, есть дешевый планшет, а нет, там, от 2000 рублей совершенно спокойно можно сделать, локализовать это производство, написать на нем там «Победа», не знаю, там, раздать у всей школы. Но, скорее всего, это будет просто очередной кормушкой, не более того. Это никаким образом не сделает Россию конкурентоспособной на рынке. Россия конкурентоспособна делает те продукты, которые мы можем продавать не в России, а за рубеж. Когда мы воспринимаем Россию как глобального игрока, только мы начинаем говорить о России как локальном игроке, мы только усугубляем свою технологическую осталость. Хорошо, давайте про покупательское поведение. Мы говорили уже про хиты, что закончились хиты под названием там «Планшетные компьютеры и смартфоны». А какие, вот какие вещи уйдут безвозвратно? Знаете, никто же уже не покупает MP3-плеер, ну, просто потому что они вытеснились теми же телефонами или там перестали покупать часы. От чего в ближайшие годы, скорее всего, потребитель откажется? От тех же планшетников? Ну, вот когда денег стало меньше, стало же понятно, что ноутбук удобнее, он функциональнее. И работать можно, не только читать. Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот, планшеты растут, ноутбуки падают. Да, ноутбуки сейчас как раз это падающий рынок в России и в мире. Умирающий рынок. Да, планшеты заменяют. Если по прошлому году Илья Александрович привел пример с мультиварками, это классический пример, который рассказывает. Мультиварки росли с такой скоростью, как в свое время, наверное, росли пароварки. И сейчас они, в общем-то, с такой скоростью замедлились и все, встали на полку и продолжают падать. Что может расти, что может продолжать падать? Вопрос хороший. Хорошо, эра планшетников когда кончится? Все-таки мне нравится думать, что да. Наоборот, на самом деле это же наоборот. Да нет. Что планшет это единственное. Все, что сегодня, от смартфона до планшета, соответственно, это новое окно в мир. Они заменят газеты, журналы, соответственно, средства коммуникации, телефон. Ну, телефон, де-факто, это уже там встроен во все. Ноутбуки умрут. Блутус-клавиатура к любому планшету решает проблему, соответственно, с подставкой мобильности. Я вот начал использовать сейчас, вернее, не начал, собираюсь использовать планшет, как дигитайзер, например, купил перышко, соответственно, для того, чтобы прессовать сотрудникам, отдавать, соответственно, картинки. Это многофункциональное устройство, это устройство будущего. Вот вы сказали про часы, часу-часы. Вот Apple Watch, соответственно, в России пока, насколько я знаю, не продается, соответственно, я думаю, что это будет хит. То есть это новое устройство, которое создает… Там есть какие-то гаджеты в этом сегменте, которые производили другие производители, но уверен, что Apple опять в очередной раз всех умоет. Хотя они дешевые, конечно. Ну, еще, наверное, пример падающих товарных групп – это видеокамеры, фотоаппараты. Ну, экшн-камеры растут. Но при этом экшн-камеры растут, да, то есть это как раз – экшн-камеры – это вот, я поясню, просто небольшой GoPro, например, да? Ну, сейчас вот Sony начинает играть в этот рынок, а Sony, естественно, гораздо сильнее. Ну, вспомните, когда в свое время, например, начинали, допустим, фотоаппаратами, да, занимались компанией Kodak, которая благополучно померла. Приходят, соответственно, в этот рынок серьезные игроки с серьезными бюджетами, технологически гораздо сильнее, чем тоже GoPro. Да, там хипстерские GoPro останутся, но тем не менее сделать экшн-камеры массовым сегментом для съемки детей, собак, который позволяет быстро и легко снимать Full HD без каких-либо знаний, без какого-либо опыта выкладывать эти все автоматические из нее ролики в YouTube, в интернет, в Facebook. Тут на это заточено, на то, что человек вот крутится вокруг своего аккаунта в Facebook, например, или вокруг Instagram, все гаджеты к нему зацеплены. То есть там интересно, что-то происходит. На самом деле, это, как говорят, человеку нужно будет один палец, да, на будущий гаджет. Там очень интересно. Как раз в рынке бытовой электроники и кухонной техники такого вот драйва, такого технологического драйва нет. Но вот прорывных решений, прорывных решений, которые изменят мир, как, опять же, изменил смартфон, в этом году не предложены. Но не в этом проблема. Проблема ведь, видите, вот мы с вами обсуждали в теле проблему, связанную, почему люди стали меньше покупать. В принципе, средний чек, по большому счету, не поднялся. Ну, то есть люди ушли чуть-чуть подешевле товары купить, там, ну, действительно, там, вот, Дмитрий прав, да, там, условно, раньше покупали Hotpoint и Reston, сейчас могут купить индозит. По большому счету, одна и та же, один и тот же производитель технологически, так сказать, продукты похожие, и ничего страшного, в индозите нет, так сказать, вполне приличный товар. Никакое советское потребление мы не скатимся, мы скатимся, скорее всего, сискатимся, опустимся нормально, соответственно, с этих жирных тучных годов, соответственно, 2009-2008 год, но с тем пониманием потребления, которое было тогда. Мы тут немножко чуть-чуть развратились, соответственно, с этими большими-большими нефтяными деньгами всей страны. Это была нормальная жизнь, люди покупали нормальные продукты, не было проблем купить, там, какой-нибудь утюг и какой-нибудь пылесос. Да, соответственно, сегодня премиальные модели с рынка так или иначе уйдут, либо останутся в сегменте для богатых, которым все равно за что платить. Скорее всего, даже, вот, да, действительно, они будут там в Москве где-то фигурировать, а интернет-магазины, например, будут доставлять их, там, с доставкой, там, 3-7 дней вот под заказ, потому что я в прошлом году купился, например, телевизор Sony, допустим, до 65-65, в этом году, может, бы даже и подумал бы, ушел бы, например, на Samsung, даже я, который по большому счету, так сказать, человек состоятельный, ну, просто он там совершенно уже там цены стоит. Там премиальные фотоаппараты дорогущие, там, зеркалки каноновские, не каноновские, вряд ли они будут вот носить массовые, кроме профессионалов, носить, вот, любительские, носить массовый сбыт в этом году. Проблема апатии потребителей, как раз, не только в том, что они накупили техники раньше, проблема в том, что, опять же, они не понимают, сколько она будет стоить. Вот вы сейчас купите что-нибудь, вы понимаете, она будет дешеветь или дорожать? – Ну, мне все равно, если мне это нужно, я этим буду уже пользоваться, какая разница? – Ну, купите утюг, если за 800 рублей или за 1000, соответственно, погладьте, выкиньте. Там есть такие, знаете, как это называется, дрель за 800 рублей на три дырки, посверлил, соответственно, и забыл в гараже. Но она нет, она рабочая, нормальная, просто она вот не предназначена для этого использования. Люди все равно покупают, для людей техник это все равно способ социализации, приходят гости, так или иначе. Почему люди покупают, почему компания какой-нибудь Милле или АЕГ удается продавать свои, например, стиральные машины или пылесосы, которые стоят, как крыло от Боинга? Потому что это тоже способ социализации, способ показать миру свой достаток, способ продемонстрировать своей жене, допустим, какой-то другой уровень комфорта, который этим будет пользоваться. Вы не будете покупать одноразовые вещи в бытовой электронике, не забывайте, что еще это электровещи, они все пожароопасны на самом деле. Там плохой холодильник может спалить, квартиру, он, у нас не выключается, или телевизор, который постоянно подключен с сети. Я думаю, что откровенных фейков на рынке не будет. И проблема отсутствия покупок не в том, что люди накупили, опять же, или сейчас определяют, какой выбор сделать. Проблема в том, что они не понимают, справедлива ли сегодня цена на технику стоит. Вот это, на мой взгляд, основная причина падения рынка. Хорошо. Мы тут еще говорили про глобальные рынки, а если говорить про рынок продажи, собственно, про ритейл, вам не кажется, что магазины классические, ну и в том числе вообще локальный интернет-магазин, национальный скоро кончатся? Ну потому что какой смысл идти, например, в ваш интернет-магазин, когда можно купить на мировом, на каком-нибудь Амазоне? Что купить? Любую технику. Ну и что вам придет в виде холодильника, Дженни Эллектрик из Америки? Да, в России, есть же такое выражение, две проблемы, дороги и дороги. Пока проблемы в России с дорогами, логистика из зарубежных интернет-магазинов, будь то американские или европейские, особенно крупногабаритные техники, она не реализована. Гарантия, не локализованная модель, непонятно, непонятно, она не построена, она не прошла сертификацию для России, вполне может быть то, что вы купите. Вы будете лично проверять наличие? Там вот в Яндекс.Маркете, любимой игрушке интеллектуально развитого населения, там в две трети артикулов либо серое, либо левое, либо, соответственно, вышедшее из употребления. Ну серых, например, холодильников или стиральных машин в России они бывают и дистрибьюторов, сейчас практически нет. То есть самая большая проблема – это логистика, и не все готовы ждать тот же самый сотовый телефон пять дней. Да, он может быть дешевле, ну теоретически. Если курс поменяется или там какой-то будет левый товар, во-первых, производитель запретит продажу, а во-вторых, пять дней или десять дней ожидать с предоплатой, ну российский потребитель уже не готов. Спасибо большое за этот разговор. Все-таки после крушения советской власти единственное, что получили почти все слои населения – это возможность в себя поставить дома технику, в том числе за счет кредитных денег, которые в последнее время уже не так бойко идут населению. Но, тем не менее, как журналист могу только панически вычленить, что покупайте сейчас, потому что если все будет плохо с экономикой, то будет чистый импорт и резкое подорожание цен на бытовую электронику. Кто-то говорит, что это был самый важный человек в истории России, для кого-то он вытащил Россию из небытия, а для кого-то он в это небытие Россию заснул. Конечно, Владимир Ильич Ленин, ему сегодня 145 лет, и мы спросили людей на улицах, ну просто чтобы узнать, помнят ли они еще, кто такой Ульянов, вождь мирового пролетариата. Субтитры создавал DimaTorzok вождь всемирного, ой, как он, вождь пролетариата. Вот Ленин как-то вам известен. Да, я так понимаю, это его вскрою. Основоположник коммунизма, как начало, в общем-то, революционного движения, ну как революционное движение. Я в авзолею сейчас, да. А как вы видите? С бородой. Ну стоит на плащине у нас. Высокий такой, не знаю, лысенький. Вот справа от нас, по нашу правую руку находится памятник Владимиру Ильянову Ленину. Он был революционером, был за большевиков. Они победили, по-моему, даже. Ну это все, что я знаю. Он был за трудовое население, за трудящихся. Ну что, основатель российского государства. Значит, как простоял столб, большой человек очень. Ну, трудно сказать о Ленине в двух словах. Можно сесть и читать лекцию целый час. То есть это совершенно неоднозначно великая личность. Такой лысенький, с бородкой. Ну все советские люди вообще-то это знают. И вы, молодежь, тоже должны. Редактор субтитров А.Семкин